Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, что нашли возможность и пришли к нам гости в Казанский федеральный университет. Повод у нас сегодня достаточно неплохой, поскольку буквально вчера вечером поздно опубликовали рейтинг «Таймс», где Казанский университет занимает или делит третье, пятое место вместе еще с одним национальным исследовательским университетом. Я думаю, сейчас табличку выведут, и вы увидите, как расположились данные рейтинги нашей российской университеты. Дело в том, что на сегодняшний день мы третий год подряд участвуем в реализации программы глобальной конкуренции. Я думаю, и для жителей Татарстана, и для всех, кто собирается поступать в те или иные высшие учебные заведения, будет полезно узнать, как движется в том числе и Казанский университет, в числе и ряды федеральных университетов и национальных исследовательских университетов, в целом университетов Российской Федерации. Включите, пожалуйста, следующий слайд. Я должен сказать, что сегодня очень много различных рейтинговых агентств, но наиболее признанные в мире три, которые находятся здесь, это КУЭС, Таймс и Шанхайский рейтинг. Казанский университет, как классический университет, участвует в двух рейтингах, КУЭС и Таймс. Причем, вы знаете, что КУЭС подводил неоднократно результаты. Там мы тоже достаточно неплохо двигаемся, но в ряде рейтинговых агентств поменяли регламенты оценки наших университетов. Мы были в 600-е, стали входить в 550-е, потом ввели рейтинги по странам БРИКС, где мы были в 79-е, потом в 69-е, стали в 72-е. То есть, это говорит о том, что не только мы, но и все другие участники академического сообщества достаточно внимательно стали относиться вообще к рейтингам. Следующий, пожалуйста. Хотя, конечно же, рейтинговых агентств очень много. И в России они создаются, разные журналы, газеты, Интерфакс в том числе создают свой рейтинг. Но есть мировые рейтинги, хотя, должен сказать, что во всех российских рейтингах мы тоже активно принимаем участие, поскольку рейтинги, в общем-то, позволяют позиционировать университеты, прежде всего, для родителей, для абитуриентов при выборе того или иного учебного заведения, а также оказывать нам содействие при подборе кадров и при оценке нашего университета различными экспертными агентствами, когда мы подаем конкурсы на получение различного рода субсидий и грантов. Значит, вот что же такое и как оценивает Таймс университет? И вот здесь вот приведены на этом слайде, как распределяется веса по тем или иным направлениям. Это образование, наука, цитирование, интернационализация. Хотя, конечно же, цитирование и наука, и образование, все эти вещи очень взаимосвязаны друг с другом, поскольку одно без другого не бывает. Нельзя написать статьи, если университет или конкретный преподаватель или научный сотрудник не занимается наукой. То есть, в любом случае, он может заниматься наукой для себя и нигде не публиковаться. Может, конечно, работать и показывать выдающиеся достижения по результатам достаточно длительных лет работы в течение 10-20 лет. Вот часто приводят примеры, что ряд мобильских лауреатов не имело достаточно большого количества статей. Но сегодня мир изменился, и университеты, в принципе, во многом оценивают по наукометрическим данным. То есть, считается, что если есть публикации, если на эти публикации делаются ссылки, что отражается в цитировании, то значит, в этом университете осуществляется достаточно неплохо научная деятельность, и, соответственно, есть достаточно хорошая образовательная программа. Причем, вот понятие репутации в области образования, научной репутации, которые имеют достаточно большие веса во всех этих разделах, на сегодняшний день не дается прямым счетом, поскольку, в основном, всегда это экспортная оценка. И во многом зависит, кто выступает экспортным. Поскольку все эти оценочные рейтинговые агентства, они международные, и, соответственно, они оценивают только все, что печатается на английском языке, у нас достаточно большой объем научных исследований, особенно в области гуманитарности, связанной с национальной нашей компонентой, оно не учитывается ни в одних практически рейтинговых агентствах, в том числе даже в наших российских, поскольку там оценка идет по РИНСу, либо по публикации в так называемых журналах, включенных в список ВАГ. А все остальное читается прямым счетом. Вот отношения студент-преподавателей, доля магистров и аспирантов, постдоки, заработок университета, это небюджетное образование в основном. Эти вещи все считаются. И вот интернационализация тоже считается в полном объеме, то есть есть статистические данные, эти агентства заходят, смотрят. И поэтому очень важно еще участие в нашей веб-метриксе, когда многие агентства отдают оценку университету по открытости и по доступу к внутренней кухне, как мы говорим, университет. Хотя здесь тоже есть определенные проекты, особенно в национально-исследовательских университетах, да и у нас, естественно, в научном блоке, так называемые темы ДСП. Когда мы выполняем те или иные хоздоговора, либо заказы, ориентированные в основном на оборонный комплекс. И то же самое я могу сказать о фарм-кластере, где достаточно мало публикаций, поскольку формула субстанции, фарм-субстанции, она не раскрывается до последнего дня, поскольку является такой вещью, которая очень быстро переводится в денежную компоненту. Ученые до последнего времени пока не договариваются с крупнейшими фарм-компаниями, в основном не раскрывают свои формулы, соответственно, и не отражаются в публикационной активности. Вот я специально подольше остановился на этом слайде для того, чтобы было общее понимание, хотя, я еще раз говорю, все говорят, вы спустились в рейтингах, вы поднялись в рейтингах. Вот здесь все четко, понятно, за исключением репутации, поскольку, я еще раз говорю, это экспертная репутация. Вот в Куэсе она занимает большую долю, там, по-моему, насколько память не изменяет, до 60%. И залезти в эту кухню практически невозможно и узнать, кого опросили, почему он так оценил. Может, у него просто отношение такое, либо он вообще не знает о Казани ничего, тем более о нашем университете там и так далее. А здесь репутационная составляющая, она не такая большая, хотя, ну, вот внутри это все равно самое большое имеет вес. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, это такая заставка. Ну, мы пойдем вот по тем сегментам. Что же сегодня представляет Казанский университет из себя? Вот здесь, на этом слайде, приведены количество и контингент студентов, огромные программы в области образования, академических, сколько у нас сотрудников, сколько соглашений о сотрудничестве с партнерами нашими, с университетами. Причем эти соглашения, они реально насыщены, вы об этом дальше увидите, по тому объему изысканий открытых лабораторий, которые мы с нашими партнерами создали. Значит, здесь цифры приведены к количеству иностранных студентов из 90 стран. Мы достаточно динамично развиваемся в этом направлении. Подключили различные рекрутинговые компании. Сами выступаем в различных международных образовательных конференциях. И таким образом количество иностранных студентов у нас увеличивается. Конечно же, играет роль и раскрутка Казани, проведение здесь международных различного рода крупнейших форумов и вся наша инфраструктура, на которую мы обращаем очень большое сегодня внимание. Ну вот здесь приведены также вот некоторые цифры. Справа, значит, в табличке это вот рейкинг КУЭС. И нам в КУЭСе в числе небольшого количества российских вузов было присвоено диплом «Три звезды». Это что тоже отражает качество системы образования, научных исследований в университете. Следующий, пожалуйста. Вот так распределяются показатели нашего университета. Посмотрите, вот там были внебюджетные источники. То есть, когда вы слайд смотрели, как же оценивать Таймс, то вот здесь вот приведены, сколько же мы зарабатываем. Вот только дополнительное образование. Это не платные студенты. Это то, что мы осуществляем переподготовку кадров не только в бюджетных учреждениях, но и, в принципе, сегодня готовим энергетиков. Переподготовку осуществляем для отраслей нефтегазохимического комплекса. Значит, вот внизу, по сути, это наши хоздоговора и заказы по науке. Мы просто отдельно написали, как бы просто хоздоговора. То есть, это то, что мы зарабатываем. Если вы посмотрите тот тезис, который на одной из встреч мы с вами озвучивали, что Казанский университет из чисто образовательной структуры сегодня превращается в научно-исследовательский университет с элементами предпринимательского университета, мы постепенно реализуем жизнь. О чем говорят наши показатели? Вообще, задача поставлена таким образом, что если бы не было госзадания, то мы должны, может быть, не так динамично развиваться, но существовать мы должны нормально в течение достаточно длительного времени. Такая задача стоит, и вот на это мы обращаем особое внимание. Тем более, у нас вектор исследований, он поменялся, чем был в Казанском государственном университете. Казанский государственный университет был очень маленьким университетом. Здесь порядка всего 9 тысяч человек было, обучалось. Соответственный контингент преподавателей был маленький. Маленькие университеты, конечно, они могут более динамично развиваться, но в то же время они не имеют большого влияния на окружающий наш мир и не так ощутимые изменения, которые происходят в этих университетах. Следующий, пожалуйста. Вы видели, что достаточно большой вклад, до 30% обращается на цитирование в агентстве «Таймс», то есть при оценке «Таймс» наших результатов. И вот здесь привели общее количество публикаций. Честно говоря, их по итогам 2014 года было чуть больше 1600, поскольку некоторые здесь корректировку надо ввести. И вот когда говорят, что какого сорта публикаций, как движется, вот выбирается наиболее топовые 25 журналов. И вот вы видите здесь, как мы растем, количественно наши показатели, это средний слайд, как растут наши показатели наиболее топовых журналов. Я должен сказать, уже по итогам 2015 года, вот на сегодняшний день в журналах топовых «Нэйч» опубликовано всем сообществом российским, то есть в России опубликовано всего 72 статьи, из них три Казанского федерального университета. Поэтому еще год не заканчивается. Отчетность мы закрываем где-то в феврале месяце, поскольку датировка 2015 года, журналы еще выходят там в первом квартале следующего года. Поэтому я сейчас не могу точно озвучить общий объем статей, которые наши ученые и преподаватели напишут в этом году, хотя должен сказать, что цифры не будут меньше, чем вот здесь показано на первом слайде. И вот цитирование. То есть качество статей оценивается, цитирование, то есть сколько человек, в общем-то, или какое количество ученых, сотрудников научного академического сообщества, в общем-то, смотрит твои статьи и не только смотрит, проглядывает, но и делает ссылки при написании собственных работ. И вот объем цитирования, он тоже достаточно динамичный, с 2010 года растет. Почему именно с 2010 года? То есть просто в 2010 году мы сформатировались как федеральный университет. Я вам просто напоминаю, в результате объединения большого количества вузов, которые в основном находятся в республике Татарстан и в Казани. Следующий, пожалуйста. Давайте посмотрим, каким образом нам удалось сформатировать направление научных исследований, которые дают достаточно сегодня неплохой результат. Вот много или мало цифра показана, вот была на табличке, когда мы говорили о нашем бюджете. Конечно, по сравнению с казанскими вузами, это достаточно большая цифра. Если говорить о вузах России, то эта цифра не самая большая, поскольку я вам приведу пример, что бюджет только высшей школы экономики более 14 миллиардов рублей по данным РБК. Я ссылку делаю специально, поскольку это опубликованные даты, то есть цифры. Значит, московские и санкт-петербургские университеты тоже имеют намного большие бюджеты, чем мы, хотя контингент обучающихся там примерно такой же, как у нас. Если говорить и сравнивать с западными, то это очень маленькие цифры, а конкурировать нам приходится с теми же организациями, которые совершенно по-другому финансируются и совершенно находятся в другом законодательном режиме, поскольку там можно напрямую привлекать ресурсы, там можно работать по проектам частного государственного партнерства, что, в принципе, по действующему сегодня на территории Российской Федерации законодательству напрямую не разрешено. Хотя мы работаем с промышленными предприятиями, но, знаете, это все время на грани фола. Поэтому мы для себя выбрали те направления, которые вот здесь показаны, я неоднократно об этом вам говорил. Мы исходили из того, что эти направления востребованы обществом, и они достаточно сильно представлены в академическом сообществе. То есть по этим направлениям мир работает. Это говорит о том, что здесь мы можем получить наибольшее количество цитирований, в том числе и наших работ. Вот если тематикой занимается 100 человек только, то, соответственно, цитировать тебя могут только 99. И сотые – это будет самоцитирование. Поэтому и третье – мы исходили из того, что эти направления востребованы в Российской Федерации, являются критическими. Значит, мы исходили из того, что по этим направлениям государство имеет возможность поддержки в виде грантов либо прямого субсидирования. Если говорить вот о фармацевтике, то, вы знаете, мы выиграли право, федеральную целевую программу «Фарм-2020». Там тоже ощутимая достаточно сумма была поддержки. И вообще все, что связано с медициной, с биомедициной, оно востребовано всегда обществом, поскольку мы все хотим жить не только долго, но и качественно. И с этой целью мы сегодня достраиваем свою инфраструктуру, поскольку многие, наверное, из вас знают, что в ЛОНа Казанского федерального университета передали РКБ-2, БСМП-2 и вторую поликлинику. Еще в полной мере все недооформлено. Мы в одном юридическом поле начнем работать только с 1 января следующего года. Связано все это, конечно же, с бюджетом, с прохождением денежных ресурсов. Хотя сегодня в форматировании в новом качестве данного метаучреждения мы уже активно принимаем участие и рассматриваем уже его сегодня как наше непосредственно структурное подразделение. До последнего времени не было включено социогуманитарные исследования. В нашем университете, если вы помните, присоединили достаточно большой блок институтов, где 90% исследований, наверное, было именно в области социогуманитарных исследований. Еще подвижка получилась в связи с теми событиями, которые происходят в мире. Мы создали у себя центр исламоведения, изучаем все эти процессы, которые происходят в мире. И это же связано еще с тем, что президент Республики Татарстан Рустам Нургалевич Мениханов определен как бы координатором работы в исламском мире. И мы, соответственно, здесь не можем оставаться в стороне. Другое направление, которое работает, это связано с распространением русского языка и татарского языка тоже в мире, и мы стали центром ответственности за это здесь у себя в Приволжском округе. И третье, это все, что связано с сохранением культурных ценностей нашей республики. И здесь мы в центре превосходств тоже сконцентрировали именно в Казанском федеральном университете. То есть нельзя сказать, что сегодня социогуманитарный блок – это какой-то вот довесок, который нас тянет вниз. Он начал давать ощутимый вклад, что проявляется и в публикационной активности. Следующий, пожалуйста. Ну, вот направление вы видели. А сейчас, поскольку достаточно большой акцент там на втором слайде приводился международным отношениям, я хотел бы буквально тезисно несколько слов сказать, каким же образом происходит научное исследование сегодня в Казанском федеральном университете. Прежде всего, были созданы, даже внутри приоритетов были сделаны центры превосходств. То есть внутри приоритетов были определены ниши, более приоритетные, чем все остальное. И эти ниши возглавили наши коллеги, приглашенные ученые. Вот здесь их фамилия и наукометрические данные есть. Вот, допустим, индекс Хирша, так называемый, у нашего выпускника, сегодня работающего в Страсбургском университете во Франции, Марата Юсупова, значит, 24. А вот Пестель, значит, сотрудник или профессор университета Томаса Джефферсона, господин Пестель, имеет 90. То есть это достаточно очень раскрученные ученые с высокими индексами цитирования. И здесь же вот господин Хайшизаки, который постоянно является не только нашим гостем, мы, я думаю, с вами будем свидетелями открытия его именной лаборатории буквально в первом квартале следующего года. Сегодня это будет на Волково, как раз на территории РКБ-2 происходить. Ну и все они, вот, Хазипов постоянно практически работает, как минимум полгода в году работает здесь, в Казани. И самое главное, не только они сами важны, но важно, насколько они формируют вокруг себя научные школы, и какое количество учеников они здесь имеют. А ученики – это наши магистры, аспиранты, молодые ученые. И я должен вам сказать, что это целое направление. Сегодня они раскручивают на территории нашего университета, которые раньше не были характерны, в принципе. Следующий. Ну и вот здесь показательно основные наши партнеры. Они тоже все очень известные научные центры, либо клиники здесь есть, также и университет. И вот 20 Open Lab. Я как-то уже говорил при встрече, что такое Open Lab. Это инфраструктура, оснащенная по самому современному инструментарию, по сути это лаборатории. Мы говорим, ребят, приезжайте и работайте здесь со своими идеями, развивайте их здесь. И вы становитесь заведующими открытых лабораторий, приезжайте со своими учениками. И вот по данному направлению было открыто более 20 Open Lab, 64 приглашенных ведущих ученых. Здесь фамилии этих товарищей есть. Конечно, есть среди них и бывшие наши граждане. Они в советское время еще уехали кто-то, допустим, Львов, он тоже, Хазипов в свое время тоже уехал из Казани. Но они возвращаются. И в этом, я думаю, есть достаточно большой резерв, поскольку инфраструктура наша, она соответствует сегодня всем международным стандартам. Следующий, пожалуйста. Я почему говорю о стандартах? Потому что серьезные журналы не публикуют, если инструментарий неизвестен. То есть вы даете какие-то данные. Если вы не напишете, на каком оборудовании вы это все сделали, то могут сказать, ребят, у нас веры нет в то, что вы сделали. Ну и вот здесь приведены, значит, центры превосходств в области нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии. Центры превосходств. Это тоже здесь мы написали только тех ученых, которые привлекаются со стороны. Следующий, пожалуйста. А здесь наши партнеры. Партнеры в академическом сообществе и также огромное количество будет партнеров у нас, я на слайде потом покажу. Это в основном компании нефтегазохимического комплекса, которые расположены как на территории Республики Татарстан, так и на территории в целом Российской Федерации. Следующий. Инфокоммуникационные космические технологии центры превосходств. Я все это показываю тезисно, потому что основной критерий интернационализации, вы видели, что используется. Еще раз хочу повторить. Это образование, это наука, причем в образовании науки есть денежные составляющие, не просто качественная оценка твоих программ. Это статьи, это цитирование и это интернационализация. Как в области преподавания, в области науки и в области, ну скажем, в сфере студенчества. То есть сколько студентов у нас обучается. Исходит из того, что чем больше иностранных студентов, значит у вас неплохо в университете представлено качество, у вас хорошая инфраструктура и вообще вы привлекательны. То есть рейтинги – это оценка привлекательности, по сути, и качества. Поэтому вот все эти товарищи, приглашенные, в основном ведут занятия на английском языке. А ряд университетов, то есть ряд наших подразделений, в частности Институт фундаментальной медицины, полный цикл с этого года начинают вести занятия на английском языке. Для иностранцев. А для наших, конечно, по выбору они могут и на русском, и на английском. И Институт физики, геологии нефтегазовых. Там магистрские пока программы все идут тоже на английском языке. Так, следующий, пожалуйста. Но здесь точно такая же как бы перечневка по открытым лабораториям. И именно тех приглашенных ученых, которые возглавляют здесь эти открытые лаборатории, и здесь наши партнеры. Потому что партнеры тоже, они выбирали с нами. Это мы не спонтанно с ними начали взаимодействие. Поскольку мы считаем, что выбор друга и партнера очень важен. Если этот партнер качественный, значит и все взаимоотношения, они тоже бывают очень привлекательными. Мы, кстати, вот буквально завтра уезжаем в Японию. У нас будет подписание нового соглашения с извеченственным центром Рикен Японии. Это типа нашей академии наук естественных областях предметных. И с университетом Джантенда, и с клиникой университета Джантенда мы хотим, чтобы точно так же работала и наша клиника РКБ-2. Следующий, пожалуйста. Ну, а здесь приведены, значит, центры превосходства в области перспективных материалов, центры превосходства. Я должен сказать, по всем приоритетным направлениям у нас определены институты, ответственные за это направление. Все эти направления очень междисциплинарные, то есть они переплетаются. И поэтому, чтобы не только директор института нес ответственность, а вот персонально руководители перспективных направлений, они приравнены к проректорам, поскольку они в этом случае могут давать определенные поручения и директорам других институтов, других направлений. Ну, я могу перечислить их несколько. Данис Карлович в области их нефтеотдачи, нефтепереработки, значит, Андрей Павлович Киасов работает в области биомедицины и фармацевтики. Дмитрий Альбертович, значит, Аюрский возглавляет у нас направление новые перспективные материалы. И Айрат Хасянов возглавляет инфокоммуникационные системы. Пожалуйста, следующий. Ну, здесь то же самое, вот, для понимания, сколько приглашенных, ведущих зарубежных ученых, и сколько открытых лабораторий, и каковы наши партнерские, кто наши партнеры. Следующий, пожалуйста. И вот в социогуманитарных, я уже забегая вперед сказал, мы также создали центры превосходств с нашими партнерами. Они, вот, археометрия здесь в основном работает на фонд возрождения. И не только сегодня, решив задачу о включении в перечень объектов ЮНЕСКО, значит, Булгар, сейчас занимаются ребята наши совместно с руководством фонда по свиарску, ряда персональных объектов. И в то же время мы сегодня переходим на другие территории, мы очень плотно начали работать с Астраханского оборудования. Ну, и здесь открытые лаборатории, они тоже представлены, а центр исламоведения стал возглавлять бывший директор института востоковедения, РАН. Он, ныне там научным руководителем работает, я думаю, вот первую открытую лекцию он когда будет давать, мы тоже вас известим, вы зададите ему тоже собственные вопросы, что происходит в этом мире, по крайней мере, и феномен ислама, как он влияет, в общем-то, на политическую обстановку. Следующий. Ну и дальше. Вот там впервые, как бы, мы говорили о взаимоотношении с промышленными компаниями. Конечно же, поводом или мотиватором послужило 218-е постановление правительства о мере государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений, организации, реализующих комплексные проекты. Мы, вот здесь сумма показана, 2,5 миллиарда, по нашим оценкам, это ощутимая величина, тем более, это было сделано вот в течение пяти последних лет, и дальше мы также работаем, поскольку правительство Российской Федерации объявило новые 218-е гранты, вот буквально месяц назад, и я думаю, надеюсь, по крайней мере, что мы тоже выиграем определенное количество. Следующее. Значит, ну, что это такое, работа с промышленными предприятиями? Ни одной промышленной компании лабораторный образец не нужен, да, то есть он хочет, работая с научным сообществом, повысить свою конкурентную способность. В противном случае мы особо не нужны, да, и в этом случае есть огромная необходимость создания опытных производств, то есть показать, что то, что мы делаем, сегодня выгодно предприятию и может быть внедрено на территории этого предприятия. И поэтому было открытие катализаторной фабрики в прошлом году, вот Катариспром совместно с Нижнякамс и Нефтехимом, и об этом как раз говорил в своем послании президент нашей республики, государственному совету. Это, в принципе, уникальная, как бы, ситуация, когда университет, классический университет с крупнейшей компанией создает предприятия опытные, и на этом предприятии, это не только опытные, это опытно-производственные предприятия, и на этом предприятии реализует все свои, как бы, исследовательские проекты, доведя их до внедрения. То же самое мы делаем сегодня, правда, это предприятие еще не открыто, оно откроется, скорее всего, в первом полугодии следующего года, это с компанией Татхирмфар препараты, где мы создали всю инфраструктуру, начиная от идеи создания новой субстанции, фармсубстанции, заканчивая до клиники, клиникой сегодня условия инфраструктурные, вот будет создано опытное производство. Значит, мы сегодня ищем партнера в этом деле, поскольку здание, которое мы там отремонтировали полностью, точнее, не то что отремонтировали, мы создали всю инфраструктуру, некоторые там были, значит, когда мы посещали с Рустамом Наргалевичем и с директором ФАНО, значит, ФАНО тоже, знаете, это как бы сегодня главная агентция, которая управляет институтом Иран, мы сегодня ищем партнеры, одним из них будет, конечно же, Татхинфар препараты, поскольку инфраструктура позволяет сделать несколько опытных производств на этой территории. Следующий, пожалуйста. Ну и интернационализация, так вот здесь показано, как росло доля иностранных студентов, доля зарубежных, значит, наших научных сотрудников и преподавателей. Следующий, мы все это вам отдадим, значит, вам облегчит, я думаю, понимание. И вот в области научной инфраструктуры здесь приведены те лаборатории, те суммы инвестиций, которые были сделаны за последние вот пять лет. Нет, в основном, конечно, это четыре года, хотя мы отчет ведем с десятого, поскольку в десятом году мы еще не совсем понимали, как нам форматировать университет, и вы знаете, как все эти процессы проходили, они, должен сказать, я не могу сказать, что они неспокойно проходили, но любая реформа в нашей стране, она тогда вызывает достаточно большую озабоченность, как внутри коллектива, поскольку университет очень большой и многие являются нашими выпускниками, она вызывает озабоченность и в обществе, обсуждает у каждого свои точки зрения. Поэтому реальная работа, она в университете велась, конечно же, со второй половины одиннадцатого года. Да мы финансовые все ресурсы начали получать либо в декабре десятого года, либо в одиннадцатом году. В десятом году все начинали понимать вообще, что произошло с университетом, что произойдет с университетом, гадали. Сегодня, слава богу, Лавяшка, это уже ушло в историю. Следующий, пожалуйста. Ну, это тоже вам известно, значит, чтобы не задавали вопросы, а что со старыми общежитиями, значит, вот мы усиленно начали реконструкцию наших старых общежитий, вот на Пушкина мы в этом году закончим. Вообще, то есть, поставлена задача стандарты всех мест проживания наших студентов привести к стандартам деревни-универсиады. Так, следующее. Ну, здесь внутренне, я даже на этом. Мы отдельно сделали один дом, переоборудовали в деревню-универсиады под дом для приглашенных ученых на территории деревни-универсиады. Там у них есть все условия. И, по сути, это гостиница длительного пребывания приглашенных ученых и наших постдоков. Следующее. Ну, а здесь для более, ну, таких именитых приглашенных ученых все уже этот дом запускается. Вот здесь показатели, сколько мы там, 22 квартиры имеем. То есть, люди, приезжающие к нам, они же могут на год приехать, на два, на три года, могут вообще остаться. В этом случае, когда они остаются вообще, конечно, они из этого дома будут переезжать по месту постоянного проживания. Но здесь они могут уже жить с членами своих семей, приезжать с детьми на долгое время. Следующее. Ну, это тоже вам все известно, поэтому я на этом акцентировать не буду. Я только скажу об одном, что инфраструктура имеет огромные значения. Вообще, что такое университет? Университет – это инфраструктура научная, образовательная, социальная, насыщенная, соответственно, качественными программами. И это талантливые люди и талантливые студенты, да, то есть талантливые преподаватели. Вот, как бы, такое определение, которое дается всегда, во всех книжках об этом говорят. Поэтому, чтобы было побольше талантливых абитуриентов, нужно дать хорошие условия. А оценивается университет, кроме вот тех, кто позиционирует в различных там рейтингах, еще тем, кем работают твои выпускники. То есть человек, поступающий, должен знать, что, закончив университет, он тоже сможет повторить опыт своих товарищей. Вот, выпускники, если вы посмотрите, огромное количество всех крупных чиновников нашей республики – это наши выпускники. Сегодня очень много и на федеральном уровне наших выпускников, и министрами работает, заместителями министров работает, возглавляет другие подразделения, аппараты президента Российской Федерации, и даже работают в МИДе Российской Федерации, что нас, конечно же, радует, и что является примером для тех людей, которые выбирают наш университет местом своей учебы. Спасибо большое, я готов ответить на ваши вопросы. Продолжение следует... Спасибо. Знаете, на нашем сайте финноотчеты все есть, более того, это необходимые требования, может быть, если нет, мы вам отдельно отправим. Значит, более того, финансовые документы иногда мы вносим в корректировку в течение года по той простой причине, мы выиграем какие-то гранты, и мы их сразу должны в бюджете так или иначе отражать. Вот мы получили достаточно неплохую поддержку в конце года со стороны федерального бюджета на инфраструктурные проекты, на ремонт как раз общежитий, и вы видите, второй корпус, он тоже наконец-то утепляется, где многие журналисты учились в свое время, и вы помните, наверное, как там было комфортно, я имею в виду в кавычках, поскольку здания строились для Ташкент. Значит, бюджет, я могу сказать, что бюджет 2015 года будет чуть-чуть больше, чем бюджет 2014 года, примерно на 500 миллионов рублей, предположительно, еще год не закончился, поскольку доходная часть бюджета тоже увеличивается, она будет заработана примерно на 3,5 миллиарда рублей, то есть она будет вот примерно такую цифру, может чуть ниже, чуть больше быть. Значит, должен сказать, что на 56 миллионов увеличилась доля платных студентов, количество чуть-чуть уменьшилось, но объем заработанных денег увеличился. Я думаю, увеличится также и доходы от переподготовки, поскольку та инфраструктура, которая была приобретена для Института нефтегазовых технологий, геологии нефтегазовых технологий, она позволяет сегодня, и это ощутили многие известные компании, я думаю, Данис Карлос может, если надо более подробно сказать, они присылают сюда своих специалистов на курсы переподготовки, и на базе МБА мы тоже открыли специальную программу МБА для добывающих и энергетических отраслей. Значит, мы начали отходить, то есть не то, что мы начали отходить, мы начали больше работать по прикладным направлениям, поскольку эти направления особо стали важными сегодня, когда речь идет об импортозамещении, да, и об участии научного сообщества в реализации соответствующих постановлений правительства и указов президента нашей страны. Вот, бюджет, вы знаете, тяжело сегодня судить о бюджете 2016 года, но я должен сказать, что контрольные цифры, ну, бюджет, он, госзадание, в основном формируется по контрольным цифрам приема, то есть сколько государство дает на подготовку специалистов в тех или иных отраслях. Должен сказать, что цифры не изменились, в 2016 год мы имеем контрольные цифры приема примерно такие же, хочу сказать, уменьшились количество на юридический факультет и на эконом-фак, зато увеличились на инженерное направление, на естественный научный блок, на инноватику, хотя уменьшение там тоже буквально небольшие, по-моему, на юрфак на 40 человек уменьшилось, небольшое количество уменьшилось на эконом-фак. Это ожидаемые вещи, поскольку об этом, ну, все говорят, и поставлена задача, что эти направления дают достаточно, то есть, закончив эти факультеты, эти институты, студенты достаточно быстро устраиваются и зарабатывают. И на эти направления не требуется огромных затрат на подготовку специалистов, допустим, таких, как робототехники, геологов, физиков, химиков, где нужно огромное количество инструментарий, лабораторий, кампусов и так далее. И в этом отчете еще не приведены прямые вливания промышленных предприятий. Вот вы знаете, что ТАИФ построил химкорпус, да, мы открывали с вами, нефтяники на базе Гродбара сделали. То есть, этих цифр здесь нет. Да, это заслуга наших попечителей, попечительский совет, возглавляет президент республики. Вот это, в общем-то, вклад выпускников и крупных промышленных бизнес-компаний в развитие нашего университета. Пожалуйста. Чтобы задать вопрос, справочек для бизнес-онлайна, в разделе градиальных органов управления на совет, там все отчеты у нас. Спасибо большое. Да, почему? Потому что, да, сейчас я, может быть, этот упустил, Андрей Николаевич, спасибо большое. Поскольку утверждение отчета по финансовым нашим делам – это прерогатива, это обязательство наблюдательного совета. Вы знаете, у нас структура такая сложная стала, да, есть ректорат, ректор, который за все отвечает, есть наблюдательный совет, который, в принципе, утверждает бюджет и контролирует расходование бюджета. Есть попечительский совет, который принимает участие в обеспечении реализации программных документов университета. Есть министерство, которое, в общем-то, является у нас учредителем. Так, пожалуйста. Пожалуйста. Я так поняла, что рейтинг, в который мы вошли вчера вечером, да, и получил информацию очень важный. А вот как предъявляется работа по программе 5-100? А вот это как раз, знаете, это как раз же связано. Значит, 5-100 поставлено – это попадание пяти российских вузов в топ-100 международных рейтингов. Понимаете, вот мы, считайте, уже вошли там. Вот еще как позиционируется, допустим, до 200 университетов, да, каждое место определяется. То есть, первый, второй, пятый, десятый и так далее. Потом с 200 определяется 50, вот вилка берется. Вот мы стали четвертым университетом. Первый, по-моему, я боюсь, 140 какой-то. Если есть, дайте, пожалуйста, 161-й – это вот в этом рейтинге Московский госуниверситет. Значит, можно, Марат Рашидович? Просто мне всегда хочется, как бы, говорить о коллегах. Вот самый лучший среди российских вузов – это Московский госуниверситет. Несомненно, 161-е место. Значит, Санкт-Петербургский политехнический университет 201-250. То есть, где-то вот в этих промежутках, там точной цифры нет. Значит, дальше идет Томский политехнический университет 251-300. Дальше идем мы. Да? Дальше идет Новосибирский государственный университет 400-500. Там вот в промежутке 350-400 никаких университетов нет. Российских, я имею в виду. А после 400 идет сотка. 400-500. Вот сам Петербургский государственный университет 401-500. Московский государственный технический университет Бауманка – 500-600 в промежутке. И вот, если интересно, ну вот федеральный университет и южный университет 600-800. После 400, то есть после 600 там вообще идет по 200 уже. И университет, федеральный университет, уральский тот же 600-800. Выше 800 они вообще не рассматривают. То есть, они их отбрасывают. То есть, во всем мире критерии оценивают. Берутся 800, его пытаются их каким-то образом аранжировать. Но для нас этот рейтинг особо важен, если вы посмотрите. В основном там были включены отраслевые, политехнические или вот типа Бауманки институты, национальные исследовательские. Поскольку считается, что именно там сконцентрирована наука. А вот классических там практически раньше вообще не было. Наконец-то мы начали, когда поставили себе задачу, что мы должны усиленно позиционироваться, как научно-исследовательский центр. Почему мы обращаем особое внимание? Во-первых, мы вошли вот 301,50 вот в это. До 100 там осталось не так много. И наш лидер Московского университета тоже 161. Важна динамика. Вот 5-100 программа рассчитана до 2020 года. Сейчас только еще 15-й год. Поэтому если мы будем стараться работать фокусированно на те оценки. Самое главное, чтобы еще эти оценочные агентства не поменяли свои правила игры. Что иногда, к сожалению, происходит. Вот если там напишут, что 100% или там 50% весовая категория всех, кто говорит на английском языке, и студентов, и преподавателей, да, то мы сразу можем отойти вниз. Но не так там легко, поскольку эти агентства, я еще раз говорю, они не нами созданы. Мы на них никоим образом влиять не можем. Они очень щепетильно к нам относятся, особенно в связи со всеми событиями, которые происходят сегодня в мире. И, конечно же, мы считаем, что наш коллектив, в общем-то, достаточно хорошо сработал при тех, все-таки, небольших бюджетах в оценке. Вот посчитайте, ну, 8 миллиардов поделите на курс, да, и оборудование же мы все равно покупаем в основном зарубежные. Пока, к сожалению. Ну, вот инженерный институт мы себе выстраиваем, который будет заниматься в том числе разработками приборов и аппаратуры для медицины. То есть мы все хотим замкнуть у себя, причем не распыляясь. Я считаю, что это правильно, хотя нас часто за это иногда и критикуют. Каждый же хочет сказать, вот я этим занимаюсь, это направление вот для всех важно, да. Вот вы помните, там, и дискуссии идут, надо ли преподавать на национальном языке. Я считаю, что сохранение языка, несомненно, должно быть, и мы за это несем ответственность. Но насколько нужно преподавать физику на татарском языке, либо на утмурском, на чувашском языке, вызывает, ну, определенную неопределенность, скажем так. Да, то есть никто не может это сказать, и зачем это нужно. Ну, поэтому университет – это столкновение мнений, и мы должны исходить из целесообразности принятия тех или иных решений. Ваш вопрос, пожалуйста. Пожалуйста. Российская газета, в основном, какие цитируют статьи, с какими дисциплиными связями, и все по ним можно. Если, вот, верните, пожалуйста, слайд, где вот графики даны, да, вот, в основном цитируются журналы, у каждого журнала есть импакт-фактор, да, он определяется в том числе и цитируемость. Вот здесь вы видите, как растут, средняя табличка, как растут публикации в топ-25 наиболее цитируемых источников. Конечно, это в основном связано с теми, какое количество людей занимается этой сферой. Конечно, это медицина, биомедицина, все, что связано с жизнью людей, значит, оно цитируется больше и обсуждается больше в обществе. Ну, филологические темы, наверное, цитируются меньше. Иногда цитируется достаточно неплохо все, что связано с системой образования, вот, в своем сегменте, поскольку школьное образование особенно тоже вызывает достаточно большую озабоченность, начиная от бабушек, дедушек, заканчивая преподавателями, учителями. Вот вы, наверное, сейчас будете свидетелями результатов подведения «Учитель года». И каждый учитель, он считает, что все, что он делает, он делает, ну, исключительно правильно и верно. Но все это меняется в зависимости от периода еще и от ситуации. Вот то же самое, как в средствах массовой информации, новостные программы. Да, вот все, что случилось в Сирии, все время цитируется сейчас и показывается во всех, значит, средствах массовой информации. Здесь точно такая же вещь. Если что-то имеет общее значение для людей, цитируется очень много. Конечно, если сравнивать гуманитарный и естественно-научный блок, все, что в естественно-научном блоке представлено, цитируется больше, чем в гуманитарных. И даже вот этот мой тезис, с ним можно поспорить, поскольку разговор же идет и здесь оценивается только то, что издается на английском языке. Это еще с этим связано. То есть наши гуманитарии в основном пишут на родном, нашем государственном русском языке. Потому что их просто не принимают, если их статьи не являются интересными. То есть журнал является определенным экспортом. Он не все публикует. Поэтому в этом-то вся и сложность. То есть говорят, ну вот по истории у разных стран своя точка зрения на все эти события. Поэтому наши точки зрения, они иногда просто не пропускают. То же самое в области политологии и так далее. Вот такой вопрос на встрече с президентом страны задавала аспирантка одного из вузов наших. Она говорит, уважаемый Владимир Владимирович, вот я подала на грант президента страны. Но там требует депубликации в зарубежных журналах, реферируемых с Копусом. Нельзя ли как-то упростить, что нас не берут? Поскольку исследование мои касается региональной экономики, оно в принципе-то не очень может быть интересно. Вы знаете, что сказал президент? Он говорит, а вы напишите, что бюджет, который я подписал, самый плохой за всю историю России и так далее. И поверьте, вас и возьмут, и будут цитировать в течение ближайших месяцев. Она села, говорит, хорошо, микрофон забыла отключить, потом говорит, ну тогда мне грант точно не дадут. И весь зал засмеялся. Поэтому, я думаю, я ответил на ваш вопрос. То есть все, что имеет мировую ценность, она цитируется, конечно. Вы знаете, конечно, в какой-то степени мешает, поскольку, особенно для естественно научного блока, это, ну, начиная от закупки оборудования, мы испытываем небольшие, но в то же время определенные иногда препятствия, поскольку все, что мы закупаем, может использоваться для двойного назначения. Вы знаете, есть ограничения для приборов двойного назначения. Как оценить? Это вот все, кто занимается, допустим, ядерной физикой или там другими критическими технологиями, в той же числе в области нефтегазовых технологий, да, когда оборудование для непосредственно нефтяников запрещено, а нам в целях исследования, да, разрешено. Мы говорим, это наши научные. Конечно, это как бы политика. В то же время, если говорить об академическом сообществе, то есть конкретных ученых, с которыми мы работаем уже долгое время, то я бы не сказал, что мы испытываем какого-то напряжения в этом деле, да, но, тем не менее, при разговорах мы как бы допускаем определенные ограничения в сфере открытости наших исследований. И та, и другая сторона, да. В то же время, ну, должен сказать, что участвуя во всех международных конференциях, на выставках, ведя партнерские отношения, университет выполняет еще одну очень хорошую функцию – это народная дипломатия. То есть мы способствуем тому, чтобы молодые люди, которые обучаются в наших стенах, наши преподаватели, не ощущали каких-то вот таких резких критических реакций, которые дают нам вызовы сегодняшнего дня. Это тоже наши функции, поэтому руководство страны нас на это тоже ориентирует, поэтому вопросы, связанные с академической мобильностью, они только усиливаются. И мы работаем как в азиатских странах, в африканских странах, так и, конечно же, в Западной Европе. И практически принимаем участие во многих конференциях, которые проводятся в Соединенных Штатах Америки, и приглашаем их тоже к себе. Другое дело, вот то, что намного дороже стало доллар и евро, конечно, на нас тоже сказывается, на нашей мобильности. Это связано с нашим бюджетом. Если это рассматривать просто как реакцию на падение цен на нефть, то это одна сторона. Но падение цен на нефть, это тоже может быть связано в той или иной степени и с теми санкционными вещами, которые были предприняты. Поэтому, конечно, в какой-то степени сказывается, но не напрямую. Вы уже упомянули, да, по поводу образования, у меня вопрос, все в педагогической специальности как меняется сейчас, увеличивается, уменьшается, не теряется ли они на какие-то более глобальные качества? Вы знаете, нет, поскольку мы практически осуществляем монопольную подготовку учительских кадров, если не считать небольшой институт, который расположен в набережных Челнах, да, и мы вначале рассматривали, что это наша просто миссия, то есть какой-то долг. Но сейчас мы стали позиционироваться как один из ведущих российских центров в области педобразования, о чем свидетельствует и количество. Три гранта мы выиграли. Это что за грант? Это не просто грант на выполнение каких-то работ. Это грант на написание, по сути, программ, стандартов в системе образования. То есть мы получили признание. С другой стороны, мы нашли себе партнеров. И вот Институт педагогики и психологии сегодня привлекается в качестве партнерской структуры и Оксфордским университетом. Вот они только что вернулись там, читали лекции и также посещали и в Глазгарске университет, и в Ирландии они были. Значит, мы просто не были известны и не раскручивались как центр педагогического образования. Тем более, если мы говорили о медицине, о всей законченной инфраструктуре, заканчивая от науки образования, заканчивая клиникой, то в педобразовании мы тоже самое. Мы осуществляем первичную подготовку. Все степени уровня образования, магистратуры, аспирантуры, докторантуры. Мы имеем центр переподготовки учительских кадров, то есть осуществляем и реализуем тезис пожизненного образования. И в то же время мы имеем свои площадки для раскрутки собственных программ, для опытного исследования или реализации своих программ. Это наши два лицея. Лицей Лобачевского, он в собственности университета, это не ассоциировано с университетом структура. И, конечно же, это IT-лицей интернатного типа. Оба лицея работают достаточно сегодня неплохо. Лицей Лобачевского в 25 лицеев России входит. IT-лицей, я думаю, тоже войдет в число топовых лицеев России. Пока он не оценивался, поскольку первый выпуск будет только в 2016 году. Там все зависит от выпуска и как устраиваются, в какие вузы устраиваются выпускники. Поэтому оценка университетов намного связана, и любых учебных заведений, в том числе и школ, связана с длительностью его существования. Нет практически ни одного университета, который вчера родился, а сегодня уже стал топовым, узнаваемым, качественным. Поэтому разговоры о том, что маленькие университеты, вновь созданные университеты, там при нормальных условиях, стандартных для всех, могут стать топовыми, это блеф. В истории этого нет. Поэтому, если вы посмотрите топ-100 университетов мира, все они имеют колоссальную историю своего развития. Я сказал о нормальных условиях, потому что ряд стран начали буквально фокусироваться на финансировании одного-двух собственных университетов. Так происходит в Сингапуре, если посмотреть по количеству открытий, которые были сделаны там, и школ научных, там, но мы обычно не даем, как бы, оценку партнерам, но там, ну, посмотрите, сколько открытий было сделано там и сколько открытий было сделано на площадке казанского тогда госуниверситета и императорского университета. Поэтому, конечно, многие параметры, как вы видите, нормированы, и нам очень тяжело. Мы один из самых больших университетов России сегодня, да, причем имеющий филиальную систему в Челнах политехнический, Елабуги педагогический. Поэтому нам при, как бы мягче сказать, при стандартной поддержке, когда мы все должны выигрывать на конкурсных условиях, не так просто, да, но нам, я считаю, удалось сфокусировать коллектив на определенных ценностях и постепенно эти ценности, это корпоративная культура, выработанная в самом университете, начала давать отдачу. То есть, когда весь коллектив работает на одну цель, когда удается сконцентрировать энергетику людей работающих, а не когда они приходят на работу с термином, там, нам все равно, лишь бы отработать, там, может, премию выпишут, да, это один подход к жизни. Но вот выстраивание общей университетской культуры, это очень сложная вещь, связанная с выстраиванием, в том числе и межлистинственных отношений, понимания. Вот самое тяжелое – это вот это в университетском сообществе. А как у нас, так и везде. Потому что оборудование можно купить, в конце концов, если деньги найдешь. А вот настроить коллектив на единые цели – это не всегда так просто. У нас было очень много споров, когда мы говорили о приоритетах. Вы знаете, вот мы с утра до вечера встречались с людьми, хотя мне иногда говорят, там, не всегда прислушаемся. Мы делаем все с точки зрения большинства. Кстати, хочу сказать, что на прошлой неделе состоялись выборы. Это не касается сегодняшней тематики – выборы директоров института. Поэтому мы все, что заявляли в 2010-2011 году, сегодня притворяем жизнь. Пять лет прошло, директора были назначены. Сегодня выборы состоялись во всех институтах, кроме ВМК. ВМК мы дважды ставили на голосование, действующий директор не прошел. Но через два месяца еще раз будет объявлен конкурс. Я отвечаю на ряд вопросов, которые были. У нас везде альтернативные выборы. Это будет обязательством. И там, где в институтах не было альтернативы, были сняты выборы. То есть первая попытка была без альтернативно настоять, что никто не хочет к нам. Но тем не менее, получилось так по результатам конкурса, что ряд институтов не только два. Два человека – это необходимо, это минимум. В некоторых институтах было три и больше людей претендовало на эти должности. Голосование было тайным. Поэтому элементы демократии обратно возвращаются в университет. Но до этого нужно время. Поскольку, я еще раз хочу сказать, университет – это не КГУ сегодня. Далеко не КГУ. Даже вот по… Я вам не зря сказал, сегодня под 50 тысяч студентов было их 9 тысяч. Соответственно, количество преподавателей… Мы все разные. Да? Пожалуйста. Крайний вопрос. Как будет наказать на Битву? Пожалуйста. У нас выбирайте контакт на Битву. Скажите, пожалуйста, недавно мы все выслушали, что мы знали. Марат. Я не знаю. Скажите, пожалуйста, как у вас силы вы услышали в связи с посланием президента? Как вы задаете в следующем месте? Я могу позволить вам напомнить, что он говорит в частности о сотрудничестве в УЗА с институтными компаниями. Все эти компании медлили в клинике университета. Вы знаете, президент Республики является председателем попечительского совета практически с 2010 года, со дня создания его в новом формате. Поэтому все, что здесь происходит, он знает, он в теме. Более того, то, что мы инициировали, было президентом Республики непосредственно поддержано. То, что я услышал в послании, я еще раз понял, что мы идем по правильному направлению. Так, поскольку работа с промышленными компаниями и востребованность наших исследований бизнесом, такая задача была поставлена с первого дня моей работы. За что, кстати, иногда я находил непонимание среди своих коллег тоже. Говорили, вот у нас прикладные только исследования, ничего подобного. Мы должны отчитываться за каждую копейку бюджетных денег. Это деньги наших налогоплательщиков. И мы должны понимать, что раз мы берем деньги налогоплательщиков в бюджет, значит, мы должны какой-то вклад делать. Кроме того, что мы напрямую платим бюджет налоги, а мы платим достаточно много, я имею в виду только в Татарстане, с учетом больничной кассы, у нас более полутора миллиардов рублей мы платим налогов. Но прямые налоги там, конечно, чуть меньше, вот в отчете они тоже есть, вы можете посмотреть, сколько подоходные налоги и так далее. Но мы должны способствовать еще увеличению конкурентноспособности наших крупных бюджетнообразующих предприятий. Поэтому президент озвучил приоритетные направления. Во всех этих приоритетах, вы видите, они являются приоритетами нашего университета. IT-технологии. И мы здесь не только исследованиями и подготовкой специалистов занимаемся. Мы даже, вот если вы посмотрите преподавателей университета третьего поколения, по-моему, с пенсионерами мы работаем, там в основном это наши преподаватели. То есть мы учим и старшие поколения, как работать на компьютерах, как осуществлять платежи и так далее. Ну а в области разработки тяжелых битумов, вот институт, который возглавляет Данис Карлович, он является центром ответственности тоже по поручению президента нашей республики. Поскольку огромные залежи, которые не задействованы, и кроме нас в Татарстане мало все равно, кто будет работать. Имея достаточное количество ресурсов, как материальных, так и нематериальных. Я имею в виду людских, которые здесь сосредоточены. Ответил, да? Клиника – это была наша инициатива, поддержана руководством республики. Мы тоже исходили из тезиса шаг за шагом, поскольку если бы мы попросили клинику два года назад, мы бы вряд ли могли сразу его включить в лоно своего прямого влияния. Поскольку мы считаем, что все разработки, которые происходят в лабораториях, они при определенных случаях должны сразу же трансформируются, транслироваться на клинику. То есть используются людьми напрямую. Кому интересно вот здесь сидячих? Я думаю, мало кому. Ну что-то мы сделали на мышах, а дальше что? Это такое ощущение, там лет через 50 мы внедрят. Поэтому мы должны науку привнести в клинику сегодня. И потом, с другой стороны, клиника должна быть базой практики для наших будущих врачей. Врачи, которые ходят в клинику как музей, студенты старших курсов, они никогда хорошими врачами не будут. Это была глубокая ошибка, когда с медвузов отсоединили эти клиники, когда медвузы стали в 30-е годы независимыми. Вот это подтвердило еще вчерашний мой разговор с Садовничем Виктором Антоновичем. Он в Казани находится. Я когда задаю вопрос, что является вашей главной, как бы, ну вот, вы столько лет работаете, говорю, ректором, скажите, пожалуйста, что бы вы могли сказать, что вот за эти годы вы сделали вот такое, что останется в истории? Он говорит, то, что я вернул ЛОНа классического университета, медицинский факультет и то, что мы открываем собственную клинику университета. Но они обустраивали новую клинику долгое время, начиная с 90-х годов, да, столько лет. Мы это делаем в течение года-двух. И, в принципе, еще до юра идет до оформления, а в клинике тоже идут ремонтные работы, идет оснащение лаборатории клиники, и идет покупка оборудования, которые непосредственно уже будут в диагностическом центре использоваться. Спасибо большое. Спасибо. А где расположится ли известный инвестиционер? Еще раз. В клинике. А где расположится здание? Ну, клиника – это обкомовская больница, РКБ-2, значит, нашей лаборатории учебной. Вообще сделано так, что в каждом кампусе должно быть учебное небольшое, то есть, когда старшекурсники посещают, или там по программе, я говорю, старшекурсники, когда они должны посещать как базу практик и больницы, должно быть место, где профессор с ними работает. И там же будут научные лаборатории. Конечно, научные лаборатории не будут в каждом кампусе. В основном располагаются на Волково, значит, это бывшая, по-моему, детская клиника Гедова, да, раньше. Глебского. Да, Глебского. И размечается в тех корпусах, которые мы строим непосредственно под наш институт фундаментальной медицины. Ну, давайте начнем работать. Клиник, я думаю, в больницу приходит с рождения и до последнего момента, поэтому вы сможете оценить все плюсы и минусы. По крайней мере, это будет единственная клиника университета собственности в Татарстане. Это будет единственный федеральный статус, имеющий клиника в Республике Татарстан, поскольку все другие республиканские клинические центры, а не республиканского подчинения. Да, и это еще связано с тем, что клинические испытания, то есть все новые прототипы лечения, новые лекарства, мы сможем проводить клинические исследования только на нашем клинической базе, поскольку по действующему законодательству в частных клиниках, в региональных клиниках это дело запрещено. Так, пожалуйста. Спасибо вам большое. Все? Спасибо, что нашли время. Спасибо вообще все, что вы делаете. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»